Всем привет! Меня зовут Кристина. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Наконец-то я снимаю свое первое разговорное видео, в котором я хочу вам рассказать о моем увлечении. Я занимаюсь коллекционированием суккулентов. На самом деле это очень увлекательный процесс. Наблюдать за тем, как они развиваются, ухаживать за ними, постоянно искать в магазинах какие-то новые экземпляры, которых у тебя еще нет в коллекции. Поэтому я думаю, что вам тоже будет очень интересно. Пойдемте, я вам сейчас все покажу. Вот так выглядит моя коллекция. Я под все мои растения приспособила вот такую вот полочку, что удобно, она на колесиках. И раньше, когда мы жили во Флориде, там был очень теплый климат, и мои суккуленты жили на балконе. А вот на этой же самой полочке она еще такая дырявенькая, и поэтому было очень удобно поливать растения, чтобы все это вниз стекало. Так как во Флориде было очень тепло, и солнышко было яркое, то я могла держать суккуленты свои на балконе. Сейчас мы живем в Чикаго, и здесь климат, конечно же, не позволяет держать суккуленты на балконе. Поэтому вот они у меня прямо в квартире стоят. Зато у нас вот такие большие окна, и очень много света поступает солнечного. Еще у меня вот здесь вот немножко есть то, что не уместилось на полку. А здесь у нас диван закрывает половину окон на этой стене, и поэтому я использую сзади дивана пространство. Там у меня стоят суккуленты на карантине. Это те суккуленты, которые я недавно купила, и они вот так вот в стороночке стоят, чтобы переждать какое-то время, и если вдруг они болеют, чтобы не заразить основную коллекцию. Давайте начнем снизу вверх. Здесь у меня есть лоток с листиками, на которых сейчас у меня зарождаются деточки. Если вы когда-нибудь имели дело с суккулентами, то наверняка знаете, как они легко размножаются с помощью листиков. На самом деле это вообще самый захватывающий процесс во всем выращивании суккулентов, на мой взгляд. Здесь у меня стоят всякие камешки, вот эта пенза измельченная, я ее смешиваю с землей. Ну, это уже готовый микс для кактусов и суккулентов, я его покупаю просто в магазине, смешиваю с пензой, иногда с гравием еще дополнительно. И вот мои суккуленты любят именно такую смесь. Дальше на первом уровне у меня стоят в основном ичеверии. Я их люблю больше всего, за то, что они выглядят, ну, как такие розочки, очень компактные у них розеточки. И под лампами они приобретают еще вот такой окрас, более розовый. Вот они сейчас у меня даже цветут. На самом деле без ламп очень сложно выращивать суккуленты, потому что в домашних условиях часто не хватает солнечного света, который поступает из окна. И в таком случае суккуленты начинают вытягиваться, становиться бесформенными. А чтобы добиться вот таких вот красивых компактных розеточек, необходимо, конечно, досветка. Кстати, раз уж речь зашла о лампах, то чтобы вот так вот не включать и выключать их своими руками каждый день, мы купили специальную такую розеточку. Она работает от Wi-Fi и автоматически включает и выключает лампы по расписанию, что мне позволяет вообще не напрягаться по этому поводу. В 7 утра она включается, и в 7 вечера она выключается. Кстати, наверное, вы уже заметили, в этом ряду у меня есть вот такая вот коробка. Здесь просто так медицинский крест нарисован, потому что раньше в этой коробке у меня стояли зараженные суккуленты, однажды ко мне с фермы приехали суккуленты с вредителями, которых я очень долго выводила, и чтобы вот отгородить этих больных бедняжечек, я для них сделала специальную коробочку. Они у меня в ней стояли отдельно от всех и лечились. А сейчас здесь абсолютно здоровые суккуленты стоят. Вот один тоже очень красиво цветет, такими нежными цветочками розовыми. Обожаю любоваться ими. На самом деле я каждое утро, наверное, по полчаса или часу провожу вот здесь вот сидя у этих цветочков, их разглядываю и любуюсь каждым. Вот чуть-чуть на миллиметрик они отросли, и я прям радуюсь. Это такой кайф. Ну ладно, плавно переходим дальше на следующий уровень. Здесь у меня в основном разные детки. Либо вот в этой коробке, ну это вторая часть той коробки, стоят суккулентики, которые ждут пересадки горшочек покрупнее. Они вот у меня уже все выросли из своих горшков. Ожидают свою очередь, и я тут, ну купила уже для них горшочки. Сейчас я аккуратненько выдвину эту коробку, чтобы посмотреть, что в ней есть. Правда, мне потребуется для этого обе руки, поэтому на секундочку прервусь. Все обошлось без происшествий. Обычно любые мои попытки что-то достать с этой полки заканчиваются чем-то плохим. Здесь, кстати, многие зацветают, но здесь еще пока плохо видно. Но вот здесь вот уже бутончик. Вот здесь тоже бутончик с краю появляется. Вот это вот очень классное ичеверие Рико. Она такая жирненькая, твердая, и у нее очень милая деточка здесь с краю есть. У нее уже появились свои корни, поэтому скоро я буду пересаживать и покажу, наверное, это в одном из следующих видео. Вот это уже сидеверие, по-моему, от CELA практически. Вот это грабтоверие, очень красивая, это варегатная форма. Вы видите, что у нее такие персиковые переливы есть. Это ее особенность. Здесь тоже бутончики формируются. Вот этот вот кластер огромный ичеверие. Тоже очень клевый, красивый, много деток. Я прям такие кусты обожаю. Сейчас уберу на место и продолжим. Так, коробка на месте. Дальше здесь у меня тоже стоят, ну, уж такие подросшие деточки. Это двойняшки с одной мамочки у меня выросли. Здесь у меня детский сад с малышами разными. Их тоже, на самом деле, пора пересаживать в горшочки, они уже довольно крупные. А это у меня лоток из-под яиц. Я, кстати, вообще люблю очень эти лоточки из-под яиц сажать деток. Здесь я проводила эксперимент с разными грунтами, более земляными и гравийными, так называемыми. Здесь невооруженным главным видно, что чем меньше земли в субстрате, тем медленнее развивается растение. И для деток, на самом деле, лучше больше земли, чтобы они быстрее развивались. А уже для крупного суккулента, который сформирован так, как вам уже нравится, ему можно и, в принципе, гравийку сделать, и он будет сохранять свою форму как можно дольше. Ну, а в этой части у меня лоток, ну, тоже узнам с детками. Они очень миленькие. Вот это, кстати, черенок. Он сейчас подсушивается и уже пустил корни. Скоро я его буду сажать в землю. Вот, ну, я думаю, здесь я особо не буду на каждом суккуленте заострять внимание. Если вдруг вам будет это очень интересно, вы напишите в комментариях, я обязательно все подробненько расскажу, покажу. Вот, ну и переходим дальше. Здесь у меня оторванная голова алоэ, сушится. Здесь инструменты. Секатор, палочки для суши. Ими очень удобно разравнивать субстраты и вообще ковыряться в суккулентах. Здесь еще у меня пинцетики. Ими тоже безумно удобно, например, удалять сосохшие листики или там сажать что-то. И микроскоп с Алиэкспресс за, наверное, доллар. Очень классно, удобно, если вдруг какие-то там вредители, например, появились на суккулентах, то я их разглядываю с помощью микроскопа. Кстати, у меня есть инстаграм. Я его, правда, веду на английском, но, может быть, вам даже это будет интереснее попрактиковать свой английский. И там у меня есть серия фотографий под микроскопом. Очень интересно, загляните. Я вам оставлю ссылочку. Не знаю где, наверное, внизу. Ну, я же первый раз как бы снимаю видео. Не знаю, как это работает. Но обязательно где-то ссылочку оставлю. Так, дальше. На этой полке у меня куча горшков. Они все ожидают своих жителей. Ну, и последняя полка. И здесь у меня в основном хавортии, красулы. Ну, и, в общем, все суккуленты, которые, на мой взгляд, недостойны досветки. На самом деле, им просто достаточно солнечного света. Они не тянутся, им кайфово. Вот, например, гастерия потрясающая в белом горшочке. Она сейчас цветет. Эх, против света не видно. Ну, ладно. Там все равно еще цветочки не сформировались. Здесь вот хавортия, кстати, цветет. Вот у нее сформировались цветочки. Вот так она выглядит. Это, кстати, одна из самых моих любимых хавортий. Наверное, ну, даже не наверное, а точно. Она вообще никакая не редкая, самая обычная. Но мне очень нравится, как она кустится. Кстати, вот тут еще один бутончик лезет. Ей прям видно, что очень кайфово в этом горшочке, на этом солнышке, в этом месте. Вообще ей очень нравится здесь. Она прям расцветает. Это тоже хавортия. Но вот она более сухая сейчас, потому что я ее недавно пересадила. Она еще не успела напитаться водичкой. Вот это лапуля. В прямом смысле лапуля. Это колонхоя. У него листики в форме медвежьих лапок. Оно так и называется, медвежьи лапки. Оно очень мило. Его очень приятно трогать. И даже видно, что она такая пушистенькая. Очень необычное растение. Я его прям обожаю. Так. Что тут еще интересненького? Это мой единственный кактус. Так, цветочек уберем. Я очень хочу, чтобы он стал такой огромной, объемной шапочкой. Ну, пока что он у меня еще вот маленький такой. Так. Но я опять же по каждому здесь не буду проходить. Только самые-самые интересненькие. Это тоже, кстати, пушистое растение. Ой, как красиво. Вы только посмотрите. Обалдеть. Это вот то самое алое, которому я недавно отрезала голову. Вот таким большим оно было. И уже рисковала начать падать. Поэтому я решила, что я этого не допущу. И здесь, кстати, уже начала формироваться новый. Ну, как это? Диетка новая. Так. Вот это еще тоже пушистое. Что-то у меня одни пушистые растения попадают в кадр. Вот. Ну, еще вот красула есть маленькая. Я из нее формирую бонсай. Но пока что это больше похоже просто на какие-то палки. Ну, еще давайте быстренько я покажу то, что у меня стоит вот здесь. И будем уже заканчивать это видео. Ой, мои лазовые носочки видно. Это сансеверия. Две сансеверии. Наверное, у каждого в детстве на подоконниках такие стояли. Ну, по крайней мере, вот такая точно. Так. Это тоже красула. Здесь она варигатная. Я прям загорелась желанием сформировать несколько денежных деревьев в виде бонсай. Я прям насмотрела с этих фотографий в интернете красивущих. И вот сейчас у меня их много. И я очень медленно, наверное, формирую эти деревьи. Вот тут еще куча. Ну, растут они медленно. Это занятие на несколько лет. Лет на восемь, наверное. Ай, вот литопсики. Моя любовь. Смотрите, какие они сладенькие. Они еще называются живые камни. И если их украсть вот так вот камнями, как я это сделала, то они еще милее становятся. И на самом деле в природе они именно так вот в камнях и живут. Ну, и немножко вам Чикаго. Ну, в общем-то, это все. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Если у вас появились какие-то вопросы или предложения, обязательно напишите это все в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь. Впереди еще вас ждет очень много видео про саккуленты. Может быть, даже про жизнь в США. Меня об этом многие друзья спрашивают. И я думаю, что мне есть что рассказать. Поэтому до встречи в следующих видео. Пока!